Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра SunGate начинает свою программу. И сегодня у нас пятница, конец недели, 4 ноября, и в Чикаго 8.30 утра, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон, это 9.30 точнее, а на западном побережье в Калифорнии только 6.30 утра, ну а в этот час в Москве 16 часов, правильно? 16 часов 30 минут. 16.30, да. И, как всегда, по пятницам в это время у нас на связи экстрасенс, ясновидящая, предсказатель, парапсихолог Елена Порецкая. Лена, рад приветствовать тебя в нашем эфире. Привет, Майкл, привет, Чикаго. Да. Ну, дорогие друзья, обращаюсь к вам, наши координаты, тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это наш скайп, sungates108. Программы записываются, выкладываются в YouTube, и там можно задать вопросы и оставить свои комментарии. В данном случае у нас сегодня интересная тема. Тема в тему, так скажем, поскольку вот моим собеседником как раз-таки является и основидящая прорицательница, и парапсихолог, экстрасенс. Лен, ну вот такой вопрос. Вот чем отличаются вот все вот эти вещи, которые сегодня принято называть эзотерическими, да, науками или какими-то вещами, предсказания, опять же, предсказания или прогнозы. Вот ясновидение, допустим, экстрасенсорика. Ну, по-моему, ясновидение – это часть экстрасенсорики. То есть, что такое экстрасенсорика? Это экстрасенс, да, те люди, у которых есть чувства больше, чем у нас восприятие, да, у нас пять органов чувств, как известно, есть, а у кого-то есть больше, да. В физические времена, да, в физические времена было, это, ну, всем понятно, и многие этим владели в давнее время, а сегодня владеют только отдельные люди. Но вот они владеют и владеют, вот они что-то делают и делают, они что-то какие-то выдающиеся, они исключительные. А как это помогает простым людям? Вот еще раз, первый вопрос. Чем вот эти все вещи друг от друга отличаются? А второе, как обычному простому человеку с этим, ну, скажем, пользоваться этим? Можно ли этим пользоваться, и могут ли те люди, обладающие эти способности, оказывать такую помощь? Ну, во-первых, само слово экстрасенс, на чем сначала, да, это действительно тонко чувствующий человек, сенситивный. Это может быть любой человек экстрасенсом. По сути, у всей экстрасенсы кому-то снятся вещи и сны, кому-то видится что-то, кто-то умерших видит и боится панически этого. То есть, это у всех есть, и в какие-то пиковые моменты жизни у человека это может быть обострено очень резко, и он действительно может даже кому-то что-то подсказать. Но как профессии экстрасенса такого нету. Это просто искусственно надуманная тематика, всех называть экстрасенсами и так далее. Ну, Лен, Лен, я про себя перебью. Ну, как это нету, когда мы это, в общем-то, наблюдаем постоянно? Что значит нету? Нет, это опять же ошибочное название. Ошибочное, потому что... Битва экстрасенсов. Вот такая вот есть у нас битва. Ну, это просто, да, это просто для, ну, как тебе сказать, неграмотное название специалистов. Опять же, битва экстрасенсов. Туда приглашаются не только специалисты. Туда, я не буду сейчас говорить, кто приглашается иной раз, но в основе своей туда же людей, которые просто чем-то обладают. Да, но многие сделали... Понимаешь, абсолютно это... Я понимаю, но ведь многие сделали это своей профессией, тем не менее. Тем не менее, есть компании, организации, отдельные люди. И, кстати, ты не исключение. Ну, я... Да, я участвовал в битве экстрасенсов шестого. Нет, я имею в виду профессию. Я имею в виду профессию. Ну, у меня профессия пришла не через передачу, то есть не случайный взмах руками. У меня это получилось по-другому. Я просто осознанно подошла к этой теме в 19 лет и начала гадать. Вот. А в основе своей у всех это происходит. Либо родовой путь у человека, вот, допустим, у меня сегодня клиентка была, у нее там прабабушка обладала определенными науками по, там, папе, допустим. У кого-то по маме, да, и вот это передалось ей как правнучке или ему как правнуку. То есть абсолютно эта передача дара идет. И не всегда люди становятся экстрасенсами, психологами, да. Они в своей профессии, в своей жизни интуицию применяют, чувствуя те или иные минусы, уходя от каких-то проблем, но чисто на интуитивном уровне, не развивая это как знания какие-то, как дар. Даже некоторые боятся этого и с этим связаться. Поэтому экстрасенсов достаточно может быть много. Люди из интереса могут просто даже этим играться. Вот. Мы сейчас говорим о начале пути, там, если человек неофит, и только у него это вдруг открылось. Там, ясновидение. Человек начинает видеть сквозь стены, там, чувствовать людей. Вот идет он в метро, и он может всех чувствовать. И ошибка начинающих сенситивов, они начинают бросаться на амбразуру проблем человека и пытаться подсказать что-то. В этот момент они, кстати, берут чужую карму на свои плечи. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если тебе дано что-то видеть, это обычному человеку, да, то не всегда можно подсказывать людям, потому что, ну, спасти одного человека она может или он, да, но этим самым она берет в свою жизнь какую-то проблему, которую уже снять с себя не сможет. То есть ясновидение – это, как бы, очень тонко развито астральное видение, которое в какой-то момент времени может быть либо дальнозоркой, да, либо близорукой. То есть, опять же, либо человек видит только предметы на… В настоящем моменте вот он может считывать и прошлое, но он не может предсказать будущее, он может просто взять и человеку вытянуть из прошлого все проблемы и кинуть в будущее, что, кстати, опасно очень. Вот. То есть такие люди не всегда могут снять негатив, потому что увидеть картинку и стереть ее в сознании практически нереально. Она мешает, она постоянно возвращает. Это очень сильное сознание должно быть, чтобы ты увидел там, я не знаю, вот, как оно произойдет, событие в картинке, и ты смог это перестроить и увидеть уже по-другому. Это очень сильное умение визуализировать надо. Это уже специалист, по сути, да, человек. Вот. Потом, опять же, ясновидение можно наработать, по сути, у нас спецслужба тоже это все нарабатывает, все эти практики, то есть это уже всем известный факт. И также через ясновидение можно влиять, просматривая чужую ситуацию, плохие люди могут также влиять через фотографии, через предметы. Почему нужно сейчас закрывать определенным образом энергетические данные о себе даже, ну, какие-то внутренние данные. Мы сейчас не о портфолио в интернете говорим. Вот. Яснослышание, допустим, тоже есть такая функция. Это когда человек начинает слышать голоса, обычно это умершие, как бы, которые кто-то приходил, и она вот видела умерших очень много, и она как бы от них тоже брала информацию. Давай только тогда уже повторим, поскольку звука у нас практически не было. Ну, давай про яснослышание повторим, да, мы, по-моему, там… Да, хорошо. Да, значит, есть такая функция у людей, как бы, экстрасенсорно настроенных, это яснослышание, то есть, соответственно, человек может слышать голоса, которые могут его направлять куда-либо, то есть это может быть умершие сущности, которые чего-то советуют. Но, опять же, как плохое, так и хорошее может быть, и здесь нельзя подпадать под влияние тех или иных сущностей, не позволять занимать свое тело. Выполнять их желания нужно только соразмерно тому, что соответствует своей ментальностью, то есть здесь нельзя, как говорится, терять себя в этих общениях, потому что можно заиграться, то есть это действительно интересно, ты встречаешь людей из другого мира, они умерли, они рассказывают свои истории, они делятся своими переживаниями, но это в итоге может превратиться в энергетическую помойку для живого. И он автоматически будет участвовать в этих передрягах, беря на себя чужие проблемы, связанные со смертями этих людей. Поэтому здесь тоже надо осторожнее. Если обычного человека... ...какая-то серьезная, которая это объяснит. В церковь тоже не мешало бы сходить, попросить у богов, чтобы отвезти вот это чудо. Если это мешает, это бывает очень настойчиво и может перейти в болезненную формулу, связанную уже с психиатрией, то есть человека могут просто разодрать, его там может даже и не остаться в теле, то есть будет сильное одержание. Самоучение человека, которому это приводит. В основе своей какие-то такие моменты экстрасенсорного восприятия могут быть через руки. Человек может через руки начинать считывать информацию. Тоже ясновидеть, но через руки. Допустим, тактильный контакт нужен обязательно. Это уже ближе к целительству. Значит, у человека есть склонность к целительству, но здесь есть опасность подцепить негатив человека, которого ты берешь просто за руку, здороваешься. Это тоже в этом есть опасность, потому что бывает, что человека берешь за руку, а видишь такие подробности, что лучше бы и не видел. Поэтому тоже умение очень опасно. Тронешься, потому что идет считкой через пальцы. Тут здесь уже тоже нужны знания человеку обязательно, как с этим работать, чтобы лишнего не брать. И чтобы уметь снимать с себя набранный негатив. Или хотя бы брать коллегу какую-то, которая поможет чиститься после подобных вещей. Ну, какие у нас еще умения? Некоторые насчет предсказательной практики, я скажу. Люди, которые умеют предсказывать. Опять же, есть, как ты правильно тогда сказал, люди на дальнюю перспективу предсказывающие, есть на ближнюю. То есть, ну, просто чисто в ближайшее время что-то сказать. А могут люди предсказывать что-то по жизни, и вот так оно сбывается. По сути, предсказание – это программа. Программа, которая может влиять уже на человека, как выстроенный путь. И человек уже с этого может не вышибнуть, в зависимости от того, какой предсказатель ему это предсказал. Если человек сильный, он может что-то поменять, конечно, опять же, да, ну, тут тоже какое предсказание ему сказать, потому что в будущем много вариантов все-таки, да. Можно ситуацию изменить. Опять же, над этим надо работать, это не просто так. То есть, обычный человек в быту, там, я бы не сказала, что он может что-то изменить, да. Он зациклен, стереотипен, он мыслит категориями телевидения, там, или еще каких-то знаний, там, ну, подобных, да, там, предметных. И он совершенно не может развернуть свое «я» по-другому. Ну, как-то так. Я понял. Ну, хорошо. А тогда все-таки, как практически помочь человеку, допустим, еще раз, вот, экстрасенсорика, это мы можем, допустим, что-то почувствовать, да. Ну, вот, я хочу провести просто аналогию с астрологами. Астрологи не предсказывают, астрологи прогнозируют. Вот в чем разница между прогнозом и предсказанием? То есть, ясновидящие, они предсказывают, правильно? Они не могут прогнозировать. Ну, как бы, нет такого возможности прогнозировать. Нет, прогноз – это уже более современная форма слова, от слова «предсказание» все равно. То есть, логика этого слова, она так же точна, как и предсказание. Просто предсказание – это более древние понятия, наверное, связаны с гаданием, там, с тем же, кстати, астрологические предсказания. Это немножко форма, которая сейчас не общепринята. Сейчас есть прогнозы, аналитические, парапсихологические, астрологические. Это более новая форма, имеющая тот же самый смысл. Понимаешь ты? Как бы, ну, более научный, наверное. Я очень хорошо понимаю, но мне нравилось, как-то я смотрел один из выпусков Павел Глоба, который как раз-таки и объяснял это. Мне понравилось его объяснение. Я с ним 100% согласен. Прогноз и предсказание. Прогноз и предсказание – это как, допустим, вот что такое предсказание. Врач пришел, то есть пациент пришел к врачу, и вот этому сделал анализы. И потом он ему выставил диагноз. Диагноз – это предсказание. Это уже диагноз. А прогноз – это не предсказание. Поэтому предсказание относится к диагнозу, как к этому относиться. Ну, как к гадалке, допустим. Мы все у нас, когда мы говорим о гадалке, сразу в уме возникают цыганки, которые сразу являются гадалками, и она начинает. Давай я погадаю там. Дай мне ручку, погадаю. И начинает гадать там что-то такое. Причем там точное предсказание. Там никакие не прогнозы есть. Вот только так и по-другому нет. Поэтому еще раз, как на это дело все посмотреть? Хорошо. Но все-таки давай… Я понимаю, да. Но все-таки давай мы перейдем к тем людям, которые хотели бы попросить помощи, и они приходят. Но я понимаю, что они приходят к тебе. Тебе легче про саму себя говорить. Это понятно. Но вот в чем разница, допустим, как сегодня многие сделали, тем не менее, этой профессии. Они приходят, записывают, особенно после битвы экстрасенсов. Неважно, плохие, хорошие, правильные, неправильные. Но вот как это все происходит? Как происходит, что человек приходит к гадалке? Ну, к гадалке, предсказателю, прогнозисту. Я не знаю. Как происходит, как ему помогают? Вот это я имею в виду. Как ему помочь? Ну, как другие помогают, я не могу сказать. Потому что как бы я не всех знаю. С хорошей стороны, я знаю очень много коллег, кто действительно реально помогает людям, да, то есть в своей работе. Но я знаю точно, что когда человек приходит с определенной проблемой, в данном случае происходит вытаскивание человека из этого косяка, да, жизненного. То есть он может быть в личном, он может быть в профессиональном, в чем угодно, в творческом. Бывают сложные ситуации, где кто-то кого-то достает, и нужно отвести неприятеля, врага. И это очень серьезная бывает проблема у людей. И, ну, в данном случае, как бы я действую по определенной схематике своей авторской программы, да, в которой я работаю, которую я сама же наработала, да. Как другие действуют, они используют другие какие-то оккультные практики. Главный результат, по сути, да, как бы, ну, опять же, если это сделано черными практиками, то, по сути, такой же результат бывает. Вот, в основе своей, с чем человек пришел, какой у него внутри вопрос был или вопросы, по сути, такие вопросы и открывает ему гадалка или предсказатель. Кстати, так же, как и астролог. Просто астролог, он, если он не обладает видением, ясновидением или каким-то еще ощущением от человека, то, прежде всего, он ориентируется по звездной программе клиента, ну, и уже схематично ему говорит, что его там где ожидает. Но если человек не экстрасенс при этом, то прогноз будет схематичный. Опять же, слово прогноз, все-таки я возвращаюсь к нему, это форма предсказаний, которая не определяет точности. Где-то так, наверное, да. Но в нашем мире, где есть юридические моменты разные, когда человеку предсказывают, и всякое может быть, особенно в Америке вот это принято, люди любят судиться, но кто знает, какое предсказание, кому как не пойдет, понимаешь, да, и это могут тоже сказать, ты сказал так, а это не сбылось, там, давай вот мы из тебя там стрясем сливу, да. То есть, поэтому, наверное, прогноз, вот астрологи правильно это назвали, прогноз. Я где-то тоже делаю прогноз, потому что я не связываю, не всегда, я даю человеку всегда состояние выбора иногда, потому что бывает, ко мне приходит человек, который, ну, уровень, там, понимаешь, домохозяйки или обычный вот этот человек, который вот, ну, не воспринимает такой тонко так мир, и я, соответственно, ему так же и даю материал. То есть, это бесполезно человеку на таком уровне давать высокие материи, которые его просто оттолкнут, он ничего не поймет. Это не его уровень мышления. То есть, я каждый раз спускаюсь на уровень мышления клиента и доношу ту информацию, которая нужна ему для раскрытия своего потенциала, чтобы выйти из кризиса с помощью моих, ну, программ, которые я в него закладываю, да, каких-то вот эзотерических предсказаний, назовем это так. Как работают другие, опять же, ну, все по-разному. В основе своей схема одна. Приходит человек, ты раскладываешь, ну, кто-то не снимает негатив, кто-то просто гадает, и из того, что у человека, с чем человек пришел, у клиента раскладывается потом. Соответственно, будущее более радужное и красивое, и более комфортное, чтобы не снимать. Схема одна и та же. Хорошо, Лен, ну, допустим, человек является ясновидящим, и в этой связи, как работают, допустим, карты, карты Таро, карты Ленорман, не имеет значения. То есть, вот пришел человек, ты его взяла за руку, допустим, так, и считала информацию. Он тебе задал вопрос, и тебе это видно. Но у тебя рядом лежат карты, и ты берешь, раскладываешь карты. Карты тебе в этом случае подтверждают, а если карты расклад, будет другой, чем ты видишь? У меня по-другому. Я вижу не руками, то есть, я руками тоже могу, но, слава богу, у меня не такая активность видения через руки, иначе бы я уже охренела. Ой, ужаснулась. Бывает. Вот. Да. Не-не-не, я, прости, пожалуйста, я не имею в виду тактильность рук, допустим, чувствительность. Нет, я не это имею в виду. Ты посмотрела, неважно, приходит человек, и задает вопрос, и у тебя сразу картинка в голове возникает, ну, вот как мы видим в битве, неважно, в битве экстрасенсов, ну, подобное этому. Если у меня подобное, я говорю, это пока без карт, то есть, если я, допустим, вижу... Вот я и говорю, а потом ты берешь, допустим, карты. А зачем карты, если ты и так все видишь, теоретически? Нет, карты, карты, таро, допустим, это целое искусство, да, это целая, я бы сказала, школа, и учения, да, я бы так назвала, карты таро, они показывают более опорные точки в сознании человека, которые, допустим, ты можешь увидеть одну картинку, да, но ты не видишь широко, все равно ясновидение, это узкопрофильное видение какой-то ситуации и выход из нее, а карты таро, они предусматривают более развернутое видение, и ты уже просто свои какие-то догадки от ощущения, от человека и видений можешь посмотреть на картах, ну, я обычно на Ленорман смотрю, если это также нужно вот точечно подтверждение того, что идет вот от человека, что в нем есть, как он там и что он там, но развернутое видение дают карты таро, потому что там и персонажи больше, да, как бы, соответственно, там 78 карт, и, соответственно, там значений больше, которые могут подсказать тебе, допустим, то или иное видение, насколько оно правильно или ошибочно, но тут же тоже бывает субъективная картинка, ты мог увидеть картинку в голове у клиента, потому что человек так думал, понимаешь ты, вот у меня был случай один, не буду сейчас называть специалистом, достаточно распиаренная тетенька, у меня пришла клиентка, это в 10-м или в 11-м году была, она до меня ходила к этой женщине, и у нее выпадало, я раскладываю, она ко мне ходила и к ней, я раскладываю и смотрю, у нее получается, что она будет в браке с этим человеком, но нужно подождать, не нажимать на этого человека, потому что он человек творческий, известный, вот, а она приходит и говорит, что вот, я ее спрашиваю, почему же тогда у нее получается срывы, ко мне она приходит, я раскладываю, у нее потом налаживается ситуация с этим парнем, а потом она, когда там какое-то время проходит, опять у нее приходит к нулю, то есть они как бы начинают чуть ли не разбегаться, я спросила ее как-то на сеансе, говорю, скажи, пожалуйста, кому ты до меня ходила, ну вот первые там три разы, она мне назвала имя специалиста, и я ей говорю, а ты как, и я вдруг поняла, что, ну там чисто ясновидящий человек, да, я говорю, ты к ней зашла, и ты думала о том, чтобы развестись со своим молодым человеком, она говорит, да, и тот специалист считал именно то, что думала клиентка, и она ей это выбросила вперед, и у нас получалось, что когда ко мне клиентка приходила, я одно видела и вытаскивала ситуацию в плюс, а когда она к ней приходила, опять получалась минусовая ситуация, понимаешь, в итоге как бы, ну по последним данным эта девушка все-таки осталась с этим молодым человеком, насколько я знаю, как бы, и победила то, что я вытащила все-таки эту ситуацию в плюс, но опять же вот смотри, как странно, да, человек увидел, с чем человек пришел, понимаешь, ты, и это пошло вперед, вот в ясновидении есть такая опасность, особенно если человек сидит на потоке, много людей, и это во-первых, кстати, опять же тоже скажу к экстрасенсорному видению, вот на битве экстрасенсов показывают ложные немножко вещи, потому что, ну не может человек зайти, где куча багажников, огромном ангаре, куча разных машин, ему дают 10 минут, это вот русская наша битва экстрасенсов, ему дают 10 минут на нахождение брата Сафронова в машине, а там порядка 40, если их 20, огромный ангаре должен, да, а там еще приветствуется махание руками, какие-то взрывания, я не знаю, чего-то, свечек и все прочее, да, там это обязательно, ну как это называется, чтобы было интересно, да, какие-то шаманские обряды там, вот, ну понимаешь, человек и так нервничает, куча камер, там присутствует группа съемочная, там присутствует насыщенное энергомагнитное излучение от всей этой техники, и человек экстрасенсорно направленный, который привык работать в своем кабинете, понимаешь, это требует уединенности, должен массово войти и пощупать каждый багажник за 10, внимание, минут, это абсурд просто. Лен, я понимаю, да, я смотрю все эти битвы экстрасенсов, я понимаю, о чем идет речь, но мы сейчас не об этом говорим, как это все происходит, это бог с ним, это уже шоу называется, мы сейчас говорим о тех людях, которые хотят помощи, а то, что шоу, давайте мы оставим это все в стороне, как помочь людям, вот самый главный вопрос, люди хотят помощь получить, обратиться к экстрасенсу, конечно, у каждого своя мотивация, смотря для чего, но, как правило, эти люди, которые имеют действительно очень серьезные проблемы, то ли сами с собой, то ли с близкими, то ли еще там с чем-то, и вот они приходят к экстрасенсу, ясновидящему, я знаю, парапсихологу, и таких действительно много есть, настоящие есть, ненастоящие, допустим, ну, хорошо, есть ли возможность, допустим, определить, распознать того самого настоящего, или это, так сказать, методом пробы и ошибок? Ну, во-первых, не надо судорожно бегать по специалистам, в этом случае хорошо работает сарафанное радио, ни в коем случае нежелательно идти на распиаренного специалиста, у которого очередь, потому что не всегда этот человек может через такое количество людей увидеть вашу ситуацию лучше, да, чью-то там, еще тоже все-таки важно чувствовать сердцем, да, ну, ну, окажем, лена, прошу прощения, пропала, пропала, алло, поехали, алло, ты слышишь? Сейчас я слышу. Да, опять же, существует интернет, и каждый человек может набрать о том или ином специалисте информацию, прямо скажу, что одинаковые сайты с погонялами вместо имен, да, то есть, допустим, без личностной информации о специалисте, это уже, ну, это похоже на фейк в интернете, с этим уже надо осторожнее, то есть, что там человек обещает и как он поможет, ты не знаешь, да, то есть, все-таки специалист должен быть прозрачен, да, он должен быть легален в какой-то степени, пусть это даже бабушка в деревне, но все к ней ходят, то есть, это какой-то должен быть открытый подход клиента к специалисту, то есть, должно быть внутреннее чутье, что вот это твой человек, он тебе поможет, потому что, ну, как бы, опять же, к каждому специалисту приходит свой клиент, понимаешь, это я уже сто процентов в это поверила даже сама, потому что я раньше размышляла над этим, и я просто это поняла, то есть, опять же, по уровню ментальности такой клиент, вот, то есть, человеку нужно прежде всего думать, к любому специалисту, не обязательно к психологу, всегда нужно собирать прежде всего информацию о человеке, что он дает, о его результатах в этой области, тогда, да, тогда можно прийти, и все-таки, опять же, цена, заоблачная цена, в любом случае, это уже опасно, потому что это значит, либо это центр, где берут, там, я не знаю, вот в нашем, в России-то около 50 тысяч могут брать с клиента, но при этом, допустим, специалист будет получать всего лишь 2 тысячи рублей, то есть, с этой суммы, это вообще, в принципе, очень мизерно, но отвечать этот специалист будет за всю сумму 50 тысяч, вот в чем беда, если что не так, поэтому, здесь нужно смотреть, не кидаться на рекламу, ни в коем случае, потому что сейчас, можно кого угодно сделать, кем угодно, и даже артисты, пожалуйста, я не буду сейчас называть имена, но все в курсе, что бывает, что просто проплачивает человека, и он может быть каким угодно золотым, есть люди, которые рекламные, которые на это ведутся, есть люди, у которых есть мозги, да, как бы вот нужно всегда включать мозги и думать прежде всего, тогда не попадет человек в алхотрон какой-то, тогда человек действительно почувствует, что вот ему нужен этот специалист, понимаешь? Я понял, ну, в общем-то, понятно, да, что помощь, в принципе, можно оказать, человеку, и эта помощь будет, ну, действительная, да, эта помощь, то есть можно это все сделать, да? В принципе, да, можно, да. Еще бывает, от внутреннего вопроса зависит, вот я тоже всем всегда предлагаю, это, кстати, если взять школу, эзотерическую школу всеслава соло, то у него всегда, вот он предлагал, всегда говорит, развитие идет по вопросу внутри человека, да, то есть какой у тебя вопрос, такой ты получаешь ответ, то есть в какой-то степени, вот это очень тоже важно, обычно парапсихолог, ну, реальный парапсихолог, отвечает на внутренний вопрос клиента, вот, и иногда внутренний вопрос клиента, вот бывают сами ложные клиенты, сами по себе не очень хорошие люди, они такой ответ получают, то есть здесь очень много тонкостей, какой человек пришел, как он настроен к специалисту, честный он сам или нет, ведь очень многие, бывает, приходят, закрываются, там, ну, да, там, попробуй угадай, там, узнаете, какой вот я загадочный такой, а что вы обо мне скажете, там, вот знаешь, иногда мне пишут, а что вы обо мне скажете, фейковые страницы, представляешь, да, вот что ты можешь сказать о фейковой странице, нет, дело в том, дело в том, что это, как бы нормально для обычного человека, поскольку он идет к экстрасенсу, ясновидящему, он не знает, это настоящее или ненастоящее, почитать в интернете, ну, опять же, интернет тоже заполнен всяким барахлом, и там можно все, что угодно написать, и себя можно в Википедию точно так же, сам про себя написать, о том, какой ты весь из себя молодец, я говорю о том, что человек имеет право, наверное, все-таки задавать вопросы, и таким образом он проверяет, настоящий ты или не настоящий, экстрасенс, ну, согласись, Майкл, согласись, вот, допустим, у меня огромный поток как бы людей, да, получается, и мне кто-то пишет, там, посмотрите по фотографии, ну, во-первых, вот я, например, в соцсетях не смотрю, то есть у меня для этого есть определенное время, там, у меня даже некогда разговаривать по телефону, потому что я не всегда могу к друзьям выбраться просто, у меня, допустим, два-три раза поговорить по телефону, все, это уже три часа у меня ушло, понимаешь, то есть на это просто нет времени, понимаешь, и я все это делаю в сеанс, то есть у меня приходит человек или приезжает, или онлайн, я для него выделяю время, понимаешь, чисто для него я работаю только на этого человека, все, в промежутках я максимум могу там что-то написать, что-то сказать уже человеку, которого я консультировала, такие вопросы я не решаю и в соцсетях не работаю, принципиально не вот это вот за 10 минут, угадай, кто я, я так не делаю, потому что мне это неудобно, для меня это время, мне дорого это время, понимаешь. Я понимаю, но я сейчас, прости, пожалуйста, я сейчас не говорю про тебя лично, я знаю, как ты, что ты делаешь это честно, я лично знаю, но люди, допустим, они всегда склонны сомневаться, ну такая человеческая натура, они склонны не верить, но у нас больше негативизма, чем позитивизма, это мы тоже знаем, поэтому человек приходит не к тебе, я просто спрашиваю чисто абстрактно, человек приходит и задает вопросы, ну вот, что вы мне, я не вижу в этом ничего, кстати, странного и ничего плохого, когда человек приходит и он хочет, ну, если действительно его интересует, то, что его интересует, он задает вопросы, но для начала он хочет проверить, и он говорит, что вы можете про меня рассказать, но если это совпадает, тогда начинается уже работа, тогда он задает вопросы, ну, как я это понимаю, То есть в этом нету с моей точки зрения ничего плохого, что он как бы проверяет, поскольку это необычные вещи. Вот если он придет к какому-то ученому, который специалист в какой-то области, а он тоже, допустим, в этой области что-то понимает и начнет его, так скажем, проверять, тот его действительно может послать. Как, в принципе, и любой экстрасенс ясновидящий тоже может послать этого человека и сказать, ну не хочешь, что ты меня проверяешь? Я уже себе заслужил. Но у каждого человека есть право одного послать, а второго проверять. Вот и все. Мы сейчас говорим о том, что теоретически и перспективно можно и как можно помочь человеку. Ну вот, допустим, давай возьмем процесс. Вот пришел человек и какую-то, допустим, любую гипотетическую ситуацию или практическую было ситуацию с твоим, естественно, не называя ни имен, ничего, ну опиши какую-то ситуацию, вот пришел человек и как ты конкретно ему помогла. Ну, практически мы понимаем о том, что это гораздо интереснее будет для радиослушателей и для меня, кстати, в том числе, чем теория. В теории мы можем прочитать, как это все происходит, как угодно, посмотреть опять же битву экстрасенсов, где настоящего может быть и мало, а это шоу, но создается такое впечатление. Вот еще раз, ситуация, которая с каким-то клиентом пришла, как ты ему помогла и какова процедура была помощи? Я сейчас могу сказать некоторые засвеченные моменты, но, во-первых, начиная с предсказания, да, у меня в свое время было сделано предсказание для Кристины Робокайте, у нее была сложная ситуация с Дэнни Байсаровым, который между отцом и матерью бегал, и в 10-м году я сделала предсказание, что Дэнни все-таки останется. Дэнни, она тебя просила об этом? Дело в том, что нет, она меня не просила, но у нас с этой семьей есть какая-то кармическая взаимосвязь в свое время, это где-то еще, когда мои родители, там вот мой отец второй был молодой, там какая-то была взаимосвязь. У меня была в юности подруга, у которой там тоже как-то все это было, но я просто сейчас не хочу усугубляться в это, вот, просто была какая-то взаимосвязь, и у нас немножечко похожий был сценарий жизни, вот, какое-то сходство такое, только у нее по-своему, у меня по-своему. Вот, и я просто чисто вот кармически, наверное, я отдала какой-то долг, я не знаю, потому что, когда я написала это предсказание, у меня как будто бы отпустило, я ей предсказала, так как она публичный человек, тут не требуется иногда разрешение клиента, потому что здесь просто идет волна, ты предсказываешь и все. И оно сбылось практически, Дэнни так и остался с матерью, но и с отцом тоже нормально, да, там все. И в итоге там получилась ситуация, что Кристина вышла замуж, родила девочку, вот это все я как бы описала в предсказании, оно есть в открытом доступе в сети, то есть это реальная ситуация. Также, как сработало предсказание по снятию Лужкова в 2010 году, я его написала, после того, как я увидела, что сносят, ну, был рейдерский захват одного там поселка дачного в Москве, и людей просто стали выгонять. Ну, детали, да, нам не обязательно знать об этом, да, тем более, что, в общем-то. Да, я написала предсказание, подожди, я договорю, потому что я почувствовала прецедент в будущем, если это пройдет, что это будет прецедент власти и имущества граждан, и написав предсказание, да, Лужков после этого через полгода ушел в отставку, оно сбылось, я, по сути, наверное, остановил какой-то негативный процесс по отношению к имуществу граждан от государства, который, в принципе, вот, ну, именно Лужковская команда этим пыталась сделать негативно, да. Вот, если взять человеческие ситуации, вот, обычных людей, у меня были случаи у людей в бизнесе, да, когда шел рейдерский захват, ну, я называю это рейдерский захват, когда подсовывают любовницу человеку, и человека сводят крышу, потому что он на привороте, и он может бросить семью. У меня были случаи, и есть такие случаи, когда мне удавалось выводить мужчину из такого состояния, и был возврат в семью, сохранение бизнеса, соответственно, да. Опять же, тут надо смотреть, а нужно ли жене, там, оставаться с таким мужем, может быть, у нее пришел уже процесс, когда ей это не нужно, то есть, ну, вот, как-то так. Тут надо все индивидуально тоже, у всех индивидуально. Опять же, бывают случаи, когда люди приходят, не могут забеременеть. У меня есть такие случаи, даже отзыв где-то вот в интернете идет, действительно, от реального человека. Вот, и я сняла негатив, тоже я также работала, это где-то в 10-м году было, сняла негатив, и сняла с негативом, негатив на сердце был по здоровью человека, ну, какой-то порог странный такой, не знаю, с чем связанный. Вот, и автоматически получилось, что я сняла еще пробой, ну, как на бесплодие вот у нее шло, пробой по родовой чакре, да, вот этой. Ну, буквально через какое-то время сбылось мое предсказание, она забеременела, родила мальчика, и у нее прошел этот порог сердца, и когда она пришла к врачу, он просто сказал, забери свою карту, я в это не верю. То есть, причем таких случаев у меня было три, наверное, ну, тоже двое вот с женщинами, тоже, причем у одной был не с сердцем, а что-то другое было, а один был с мужчиной. Лена, у меня к тебе такой вопрос по ходу дела, вот ты сейчас рассказываешь ситуацию, которая связана со здоровьем. Скажи, пожалуйста, первый вопрос, а как, скажем, можно ли здоровье, то есть это связано с негативом каким-то, это связано с физическими какими-то вещами, то есть доктора же имеют определенную, скажем, схему, как помогать человеку, обычные доктора, а экстрасенсы, они имеют свою схему, ну, с чем это, вообще-то, первый вопрос, с чем это связано, а второе, не опасно ли, скажем так, внедряться, скажем, в организм человека физически, потому что, ну, мы знаем, опять же, о том, что физические болезни, особенно чем тяжелее болезни, связаны с тем, что мы, так сказать, это наш учитель, это наша болезнь сама, это наш, это сигнал для того, чтобы понять о том, что мы где-то как-то делали неправильно, и вот не человек это делает сам, пытается выяснить, что и как он делал неправильно, а делает ясновидящий экстрасенс, парапсихолог, ему просто убирает вот это вот все, понятно, да, вот эти два таких вопроса? Ну, во-первых, болезни нам приходят родового характера, да, как бы, реинкарнационного родового, то есть какие-то переходы с прошлых жизней идут, допустим, вот, и опять же, да, действительно, человек набирает негатив, там где-то сам неправ, где-то его сглазили, приворожили, попортили, и это все, ну, где-то к 25 годам начинается сыпаться на людей, то есть все сломанные веточки за прошлые косяки, они где-то к 20-25 годам начинают проявляться, ну, обычных людей, мы сейчас не берем осознанный ряд людей, да, вот, я, когда снимаю негатив, я даю обязательно установку, вот эта серебристая медитация, да, серебристая и золотистая энергия, для чего я ее даю? Чтобы человек все-таки осознанно подходил к своему состоянию здоровья тоже. При снятии негатива и уходе каких-то диагнозов я знаю точно, что может что-то прийти еще, если человек чего-то не осознал. Поэтому я даю эту практику и объясняю человеку обязательно, что на чем можно зацикливаться, на чем нельзя, как разработать так, чтобы это не цеплялось. Просто люди, понимаешь, к сожалению, не выполняют, как это сказать, установки так, как вот хотелось бы. Человек заматывается в своей жизни, забывает и в итоге, как бы, опять же, может прийти к тому знаменателю, из которого ты его вытащил, не одно так другое. Действительно, болезни даются для осознания и не всегда бывает, что я взмахнула палочкой, там полечила и у человека все прошло. Я, прежде всего, снимаю причину, но человек сам потом должен работать над собой в какой-то мере, менять мировоззрение, чтобы у него больше этого не возникало. Опять же, каждый орган связан с определенным ощущением себя. То есть, какой орган болит, по такому можно сказать, в чем человек сделал косяк. Я понял, хорошо. А, допустим, такую ситуацию. Вот у человека есть альтернатива. Первый вариант, он идет к ясновидящему. Второй вариант, он идет в госпиталь, в больницу. И ему делают определенные процедуры. Ну, опять же, кто-то его убедил, или он сам себя убедил о том, что если он не верит этим докторам, которые занимаются бизнесом, а не врачеванием и так далее, и он решил пойти к гадалке, к экстрасенсу. И, к сожалению, ничего не получилось, стало еще хуже. Не дай бог, вообще-то закончилось понятно чем. Но как с этим быть тогда? Ну, во-первых, сразу скажу, что бывает, что спохватываются очень поздно люди, а хотят мгновенного эффекта и у врачей, и у парапсихологов. Во-вторых, опять же, человек накопил эти проблемы, они у него вылились в заболевание. И здесь нужно комплекса подходить. Здесь нужно траволечение обязательно, может быть гомеопатия. Это могут быть врачи какие-то все-таки, это может быть парапсихолог-целитель. То есть здесь нужно работать в комплексе, чтобы с человека снимался негатив. И автоматически, когда с человека снят действительно полностью негатив, ему все идет навстречу, и он вылезает из этой ямы. Я просто знаю даже людей, кто сам вылез из этого состояния, меняя свое мировоззрение, кстати, между прочим, именно. То есть вот здесь очень много от самого человека зависит. И бывает, что просто люди привыкли перекладывать свои проблемы на плечи специалистов. Понимаешь, это какое-то такое советское мышление, или я даже не знаю, какое, типа барин всегда разберется, может быть, крестьянское какое-то, крепостное такое мышление, я считаю. То есть помимо специалиста нужно всегда иметь свою голову на плечах и двигаться во всех направлениях ради спасения себя или своих близких. Бывают фатальные случаи, где сколько человека не лечи, бесполезно. Опять же, это связано с самим человеком, с его неверием абсолютно внутри себя, во что-то, сам человек начинает сдаваться. И если человек сам сдался, то не всегда ты можешь вытащить ситуацию так, как нужно, потому что человек сложил лапки, человека не хватает сил для борьбы. Он уже сдался, и он уже предположил самое херовое, ой, самое плохое, самые там вообще страшные вещи накрутил. Хотя вот, кстати, я даю установку метод обратного мышления, свое авторское, как с ней работать, как человеку работать с отработой плохих мыслей и страхов. Но все равно, допустим, вот мои клиенты как-то вот они с этим справляются, кто как. Но опять же, все зависит от самого человека. Если человек живет предметными мерками, если человек живет полностью в негативной какой-то программе, иногда ты его вытаскиваешь, да, но сам человек все равно тянется к прошлому стереотипу мышления и живет в обидах, переживаниях, держит все это в себе, то все это, по сути, такого человека очень трудно вытащить. Это, знаешь, как я всегда тоже советую, есть такой учитель, я, к сожалению, не помню, это притча такая была, про учителя, который сказал человеку, говорит, вот у тебя столько обид, возьми картошку и напиши на каждой ту или иную обиду. И вот когда человек написал все свои обиды, оказалось, он ходит с мешком картошки. Ну, учителям ему сказал, выброси, представляешь, с какой тяжестью ты ходишь. Я сейчас тоже советую такую же практику, если у вас есть какая-то обида, возьмите, выдерните ее из себя, напишите на картошке название этой обиды, имя, ну, прорисуйте вообще вот ручкой, там можно, если помыть картошку, можно на ней написать это. И с чувствами прямо на эту картошку выплесните эту обиду и выбросите вы ее куда-нибудь, да, там, по крайней мере, она картошкой прорастет, ну, и обида как бы уйдет в землю. А чего-то станет легче, вот этот кусок, он уйдет, он не будет камнем диагностическим, который потом даст сбои в здоровье. Ну, интересная практика, дорогие друзья, Елена Порецкая, ясновидящая парапсихолог, экстрасенс, рекомендует вот такую практику, которая пришла к нам не из древли, из глубин веков, но я хочу провести аналогию с госпиталем Джан оф Гад, Джона от Бога, которую я уже неоднократно упоминал, и в этих наших программах с Еленой, и в других программах, где люди со всего мира приезжают и ищут вариант, чтобы каким-то образом выздороветь, исцелиться, потому что современная медицина ему уже не дала такого шанса, и в гористой местности, в отдаленном, в общем-то, районе Бразилии находится вот такой госпиталь, он доходит, называется духовный госпиталь, и там уже много-много лет, десятилетия работает вот этот человек, который является с медиумом и целителем, и он исцеляет действительно людей, но одно непременное условие, ну, кстати, первый вариант, он никогда не говорит, нет, не следуйте с медициной, в первую очередь идите с докторами, которые они вам рекомендуют, а я вам буду помогать. Таких случаев очень, да, таких случаев, сейчас я договорю, таких случаев действительно было очень много, но одно из непременных условий, потому что болезнь, как мы понимаем, может вернуться, и это мы знаем тоже, почему надо на первом этапе, на первом, это всего лишь первый этап, убрать из себя все обиды, вот это надо сделать, вот эти негативные эмоции, мы знаем, негативные, причем они оказывают на нас разрушающее воздействие, мы знаем вот эти эмоции, обиды, ревность, ненависть, ну, вот это надо у себя убрать, и тогда шансов очень и очень много, так что я сто процентов с этим согласен, да, но только картошку надо выбрасывать, куда подальше, если ты на ней написал свою обиду, вот, здесь оказывается есть, дорогие друзья, нюансы, написали обиды, а потом их выбросить, закопать, сжечь, закопать, нет, сжечь не надо, надо, чтобы в землю ушло, можно просто прикопать в районе перекрестка, то, что из земли вышло, то должно в землю и уйти, оно в землю уйдет, земля очень хороший вообще источник, восстановления сил, допустим, еще если есть пирамидальные сооружения, пирамида, вот, у нас в России есть такой человек, я правда не помню, как его зовут, он делает пирамиду такую, вот, в ней оздоровительная такая энергия, я вот хочу тоже на даче у себя сделать такую пирамиду для медитации, соответственно, потому что вот у меня вообще дача такая энергетичная, а если, допустим, пирамиду там такую поставить, то это будет просто восстанавливать баланс очень хорошо, и эзотерический, и энергетический, поэтому если у кого есть возможность, всегда делайте место на даче или около дома, где вы можете медитировать, пусть это будет такая беседка, может быть, где будет состояние чистоты помыслов, чистоты какого-то размышленности, шлизма, не запачканного бытовыми вот этими вещами, где вы бегаете там, высунув язык, думая, как заработать, или что-то создать, или что-то сделать, а именно вот состояние сосерцательности себя, вот в данном кусочке вашего сада, огорода, и не знаю, дома даже, пусть это будет кресло с любимой кошкой, да, там. Ну, на самом деле, действительно, вот опять в том же госпитале, я обращаюсь к этому, потому что я неоднократно там бывал, мы являемся официальными гидами этого госпиталя, благословенными гидами, что самое интересное, не просто там какая-то должность назначена и так далее. Так вот, там находится, под землей находится огромнейшее месторождение кристаллов, горных хрустальтов, как это называют, и вот из этого, из этих кристаллов делают пирамиды. Почему пирамиды? Пирамида концентрирует энергию и очищает пространство. Вот, у меня такая пирамидка стоит в офисе, у меня такая пирамидка стоит дома, и не одна, и желательно вот такие пирамидки, причем настоящий хрусталь, и в России есть, я знаю даже человека, который делает из этого вот такие вот вещи, из камней, и эти пирамидки поставить в каждую комнату, поставить в изголовье кровати, это будет позитивно, и это будет очищать пространство, пространство, и люди... У компьютера еще такую пирамидку держать? У компьютера, да, потому что негативное воздействие этих излучений на нас, конечно, это серьезно, сейчас все имеют компьютеры, сейчас все имеют смартфон, значит, можно взять маленькую пирамидку, привязать или приклеить его к смартфону, вот это я шучу, конечно, но в этом, в каждой шутке есть доля, как вы знаете, шутки, да, и, ну, как минимум, мы себе жизнь будем этим самым облегчать, Лен, хорошо, спасибо большое, у нас уже, в общем-то, время, да, я знаю, ты занята, ты это время, которое мы проводим в эфире, тоже забираешь у себя самой, поскольку много, много действительно людей, я это знаю, не понаслышке, приходят к тебе просить помощи, и являются твоими клиентами, и не только, кстати, на территории Москвы, Московской области, да, и вообще в России, во всяком случае, я тоже, в какой-то степени, являюсь твоим клиентом, и всегда советую с тобой, по поводу, ну, вот, тех вопросов, которые мне надо решить, дорогие друзья, я обращаюсь сейчас к вам, если у вас есть желание, узнать побольше, о вот этих всех, эзотерических, скажем там, науках, обращайтесь к нам, если вам нужна помощь, можете обратиться, к Елене Порецкой, напрямую, вам проще, если вы живете на территории подсоветского пространства, нам может быть сложнее, хотя сейчас есть интернет, и общение по интернету, то, что мы делаем сейчас, с некоторыми перерывами, связанными с техническими, там, какими-то вопросами, вполне нормально, вполне доступно, и уже были люди, которые приходили, Лена мне говорила о том, что были люди, я не знаю, ко мне не обращались, но они обратились напрямую, и Лена помогала, ну, насколько я слышал, эта помощь была очень эффективна, в самом случае, человек остался доволен и остается, поскольку, еще, по-моему, вопрос не закрыт, и там вытекает много, это все, если это родовые вещи, то, конечно же, это не только наши родители, это еще наши прародители, бабушки с дедушками, а то и прабабушки, и так далее, существует метод семейных расстановок, расстановок Берта Хиллингера, и там уходит в глубину рода, вплоть там до седьмого, десятого поколения, вот, это очень серьезные практики, Лена, хорошо, спасибо большое, за твое время в эфире, дорогие друзья, мы встречаемся с экстрасенсом, парапсихологом, сновидящим Леной Порецкой, по пятницам, время в эфире у нас 8.30, по времени города Чикаго, мы, кстати, в это воскресенье переходим на зимнее время, на зимнее время, то есть мы двигаемся, у нас будет разница не 8 часов с Москвой, а уже 9 часов, поэтому наше время в эфире, как-то мы уже аджаст, то есть мы как-то скорректируем, скорректируем, когда мы будем встречаться. Хорошо, спасибо большое, есть что-то, вы хотите что-то добавить, или мы тогда уже побеседуем вне эфира? Наверное, уже потом, тогда давайте я тоже попрощаюсь, всем пока, Чикаго, до свидания. Да, всего доброго, всем здоровья, всем удачи, еще раз спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok